Всем привет, это Света из Ивантеевки. Я путешествую по Индии. Эти кадры сняты в штате Бихар, городе Бодхагая. Если хотите узнать, как сюда добраться и где остановиться, смотрите предыдущий ролик. А сегодня я покажу вам главные достопримечательности. В Бодхагае все дороги ведут храм Маха-Бодхи. Это самый знаменитый и древний буддийский храм мира, колыбель буддизма. Перед входом нужно обязательно снять и сдать на хранение обувь. И добро пожаловать. Храмовый комплекс построен как мандала. Здесь можно проводить отличные квесты. Например, найдите символы каждого из 12 деяний Будды. Для тех, кто не в теме, последние три деяния – это достижение пробуждения или просветления, ворот колеса учения и уход в Ирвана. Здесь все символично. Смотришь, вроде бы камень. Но нет, оказывается, знак бесконечности бытия. Побывать в Бодхагае стоит хотя бы потому, что здесь находится древнейший храм во всей Южной Азии. Шокирующие цифры. Маха-Бодхи построен через 250 лет после смерти Будды Шакьемуни. А это третий век до нашей эры. Возвести его повелел император Ашока. Но нас этого правителя не знают, а в Азии очень почитают. Император подчинил себе значительную часть Азии – от Афганистана до Бенгалии. Создал империю Маури. До поры сохранились вот такие колонны. Их устанавливали во всей империи. Сегодня туристы стараются закинуть монетку на вершину колонны. Второе рождение Маха-Бодхи получил во второй половине XIX века. Англичане освободили территорию от зарослей, раскопали храм и отреставрировали. Уже в наши дни храм украсили позолотой. На это ушло, внимание, 100 килограммов золота. Позолотили на 14,5 миллионов долларов дешпиль и статуи Будды. Главное святыня даже не храм, а дерево Бодхи. Под его кроной принт Глутама провел 49 дней. На самом деле это не то дерево, под которым Будда достиг просветления. Это его прямой потомок. Легендарное дерево Бодхи погибло еще во времена Ашоти. Жену императора страшно раздражало то, что муж проводит так много времени возле святыни. Она-то и погубила дерево Бодхи. Спасти удалось один единственный отросток. Его дочь императора увезла к Шеланку. Теперь вынуждена вас разочаровать. В названии ролика я обещала найти алмазный трон. Но все оказалось, как в том самом фильме. Вот он памятник, а вот оно дерево. Каменная плита под деревом Бодхи – это и есть тот самый алмазный трон. Место просветления или пробуждения Будды. Особенно с авиацией в чип-трибах не всегда удается перекусить на дебюм на пути от пункта А в пункт Б. Судите сами. Уличной еды и напитков полным-полно. Другой вопрос – готовы ли вы рискнуть. Вот так, например, в самом бедном штате Индии делают сок из сахарного тростника. А это что-то вроде индийских пончиков. Рынок здесь везде. На улице до самой ночи продают подношения в виде гирлянд из цветов оранжевого лотоса, хлопки, гранаты, бананы, мандарины, украшения из серебра и камней. Нетрудно догадаться, что все это подделка или недорогая альтернатива лазуритовой бирюзе. Однако возвращаться с пустыми руками из путешествий я не привыкла. Из Бодхагая привезла книги и красивые фотоальбомы с видами Маха Бодхи. Дальше я заберусь в горы и проникну в пещеры, где аскеты живут тысячелетиями. Вот они, пещеры Дунгешвари. Это около 15 километров от Бодхагая. Ехать лучше с утра, пока нет сорта. Часть маршрута придется пройти пешком. Первый бонус – отличный вид с вершины холма. Сейчас за пещерами присматривают тибетские монахи. Само место примечательно тем, что будущий Будда медитировал здесь целых 6 лет. Проведя долгие годы в этой пещере в уединении, Будда спустился в долину, в то местечко, где сейчас находится Бодхагая. Это место стало священным не только для буддистов, но и для индуистов. Они считают Будду девятым воплощением Бога Вишны. Собственный и сам храмовый комплекс Маха-Бодхи – место паломничества как для буддистов, так и для индуистов. Здесь есть много изображений индуистских богов. Нет, это уже бодхисатты. Те, кто еще не стал буддами, то через пару десятков перерождений станут. Кстати, вы видите редчайший памятник редьбы по камню – древнейший барельеф. Тем, кто задержится в Бодхагае на несколько дней, настоятельно рекомендую побывать в храме Маха-Бодхи после заката. Вы попадете в страну эльф – мир, где все меняется с каждым поворотом колеса сансары. Когда еще удастся прогуляться от храма драгоценного знания к храму неморгающего взора? Полюбоваться озером змея Мучелинды. Здесь змей спас от бури медитирующего Будду на шестую неделю после просветления. Невероятно, но попав в Бодхагае, можно одновременно побывать в Японии и Лаосе, Мьянме и Таиланде, Китае и Вьетнаме. Нет, здесь нет портала или хроноперехода – все проще. В штате Бихар есть представительство всех стран Южной и Юго-Восточной Азии. Очень удобно – прилетела в Индию и посетила полмира. Вот Китай с его драконами и красными фонариками. Это Таиланд – королевский тайский монастырь, основанный еще в 1957 году. Это точная копия знаменитого мраморного храма в Бангкоке. Я, конечно, не удержалась от соблазна и зашла внутрь. Мой супер-эксклюзив – жизнь тибетских монахов в монастыре Кокченг. Здесь только мальчики. Родители отдают их на обучение с шести лет. В бедном Тибете попасть в такой монастырь считается большой удачей, гарантией святой жизни. 8 лет я сидел здесь в монастыре. Это была твоя решение, может быть, твои родители? Да, родители. Я приехал в монастырь. Мои родители сейчас в Непаль. Непаль? Да, я из Непаль. Как обычно приходишь? Вдох. 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 Пока-пока.